Вы на канале Geysit.com, где мы продолжаем знакомство с медиаплеерами Vingo. Эти небольшие коробочки способны наделить вполне обычный телевизор функциональностью Smart TV. После младших Vingo 012 и 022 пришло время поговорить о топовом представителе линейки Vingo 042, который получил ряд улучшений. Как их именно? Ставьте лайк, а мы тем временем поделимся всем, что нам удалось разузнать. Небольшая картонная упаковка лишена полиграфии, а все характеристики и перечень поставки разместились на наклейке. Внутри коробки мы обнаружили краткую инструкцию, блок питания, кабель HDMI, дистанционный пульт с USB-приемником и кабелем зарядки. Дизайн корпуса Vingo 042 практически полностью идентичен таковому у самой младшей модели Vingo 012, за исключением габаритов, которые у флагмана больше, на 2 см по ширине и глубине, а также на 5 мм по высоте. Помимо схожего дизайна, 42-й получил в свое распоряжение аналогичные материалы корпуса, а именно глянцевый пластик на боковинах и шершавый сверху и снизу. Соответственно, никуда не делать склонность к появлению царапин при подключении USB-устройств и кабелей. А вот к качеству сборки претензий не возникло. Системная плата не болтается, а нижняя съемная панель не люфтит. Лицевая сторона и одна из боковин полностью лишены каких-либо элементов. На тыльной же находится порт USB 2.0, два аудиовыхода, HDMI, сетевая розетка RJ45 и разъем питания. В свою очередь на левой стороне расположился карт-ридер, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Отдельно отметим наличие светового индикатора, который горит синим, когда устройство работает, либо красным в режиме ожидания. Нижняя сторона примечательна вентиляционными отверстиями, наклейкой с серийным номером устройства, а также четырьмя резиновыми ножками, под которыми скрываются винты для разборки корпуса. Для подключения Vingo 042 к ТВ либо монитору достаточно подсоединить питание и кабель HDMI. Включение и выключение осуществляется при помощи пульта управления. Еще одним неоспоримым достоинством является комплектный пульт с перезаряжаемым аккумулятором. Сигнал с него обрабатывается плеером при помощи USB приемника. Функциональные возможности пульта включают в себя QWERTY клавиатуру с кириллической раскладкой, а также функцию эмуляции мышки. Это существенно упрощает управление плеером, особенно в оптимизированных приложениях. В качестве операционной системы используется Android 7.1 с установленным лаунчером собственной разработки. Меню довольно удобное и функциональное, а русская и украинская локализации имеют лишь мелкие недочеты. По традиции не обошлось без ряда предустановленных программ. Сразу из коробки имеются сервисы для просмотра онлайн-видео. D1 TV, All TV, Megogo Net, Lanet TV и приложения для IPTV. Для просмотра видеофайлов используется MX-плеер, а для аудио присутствует базовое приложение. Как и у других решений от Wingo, в наличии предустановленная мультимедийная оболочка Kodi. Дополнительный софт можно без проблем загрузить из PlayMarket либо APK-файлами. Что касается меню настроек, то оно абсолютно стандартное для Android-устройства. Wingo 042 построен на SOC-процессоре ROGCHIP RK3328, хотя программа CPU-Z определяет модель с ошибкой. Он сочетает в себе 4 ядра с частотой 1,5 ГГц и графикой Mali-450, а за охлаждение отвечает небольшой алюминиевый радиатор. Медиаплеер без проблем распознает подключаемые к нему внешние накопители, будь то обычная флешка, карта памяти или внешний жесткий диск. Платформа имеет поддержку многих современных кодеков, в том числе H.265, и позволяет проигрывать видео в разрешении 4К. В дополнении к этому присутствует поддержка HDMI и аппаратное декодирование многоканального звука. С воспроизведением видео и аудио с внешних источников, Vingo 042 справляется весьма уверенно. Единственное отличие аппаратной платформы от более доступных моделей заключается в увеличенном до 4 ГБ объеме оперативной памяти и до 32 ГБ постоянной памяти. Благодаря этому вы получите комфортную производительность и плавную работу оболочки. Однако об играх не стоит даже задумываться, за исключением разве что простеньких платформеров с 2D графикой. Что касается работы Wi-Fi, то скорость приема достигала 11 Мбит в секунду, а отдачи – 24. Этого достаточно для серфинга в сети, ну а если нужно более стабильное качество связи, то можно использовать кабельное подключение. На текущий момент медиаплеер Vingo 042 является флагманом обновленной линейки на процессоре ROGC-CIP и предлагается в среднем за 108 долларов. Если рассматривать новинку в отрыве от ранее протестированных продуктов, то она выглядит весьма любопытно, благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилищу, большому количеству портов USB и функциональному пульту в комплекте. Однако желающим сэкономить, мы напомним о модели Vingo 022. Она стоит на 28 долларов дешевле и предлагает всего 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти, а также лишена двух портов USB. Если для вас все эти моменты не принципиальны, то можно сэкономить. Но если вам важен комфорт в работе и вы планируете подключать ряд периферийных USB устройств, то переплата не выглядит большой, особенно на фоне стоимости ОЗУ в современных реалиях. А какой медиаплеер из стройки протестированных понравился вам больше всего? Палец вверх и колокольчик, если хотите больше видео. Ну а пока, всем пока. Нет, это уже где-то было. До новых встреч, так будет получше. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...